Вячеслав Вячеславович, вы заметили, что на этом послании прямо глаза были потухшие? Да, конечно, он был будто зомби. Я, конечно, и сказал, что это как оболочка. Как будто все, как будто он душу высрал. Помните, это уже совершенно очевидно. Это была оболочка, это уже не человек был. Слава, почему в Питере вентили, а в Москве нет? Ну, там уж дали в Питере такую команду, непосредственно там уж с ней начальники. Наверняка перед вот этим мероприятием было сказано, вы делаете все, чтобы не было никакого геморроя. Где хотите, применяйте силу. То есть, ваше должно быть решение. Для чего это делается? Говорит, вы на местах. Зачем мы у вас поставили? Знаете, как Володин там вся вот эта шоба говорит. А зачем мы у вас поставили? Вы давайте решайте там и так далее. Так что, я думаю, от этого это зависит и никак не иначе. То есть, это решение принято и на местах. У них были развязанные руки, они могли это делать везде. Вы что думаете, там сказали, вот в Питере винтите, а в других местах не винтите, что ли? Нет. Возможно, они проводят какие-то исследования. ФСБшники, там же целый институт ФСБ работает. Смотрят реакцию на то и на это. Вячеслав, сколько нужно митингов, чтобы у Клешева кончились деньги на Росгвардию? Так они за зарплату работают. У него они никогда не кончатся. Деньги наши. Он будет брать эти деньги, отдавать им. Я говорю, мы сейчас вот исследуя, что творится за рубежом, узнаем совершенно немыслимые вещи, что платят таким мелким клеркам. Путинцы платят деньги сумасшедшие. Почему у них в посольствах и работает такое немыслимое количество людей, чтобы можно было контачить. Каким-то переводчикам платят за информацию. Представляете? То есть, русскоязычные переводчики все работают на путинскую шнягу. Вот это. Совершенно неограниченным контингенту. Каким-то полицейским, причем местным и так далее. И нам случайно удалось это выяснить. Мы обалдели просто. То есть, представляете, сколько денег уходит на все это? Французского мента купили. Да если бы французского мента купили, ладно. Мне товарищ позвонил и рассказал, как в одной из очень серьезных стран купили представитель спецслужб, который вот такой маленький. И сидит на одном маленьком вопросе. Его замели вместе с теми людьми, которые его покупали. Путинцы. Представляете? То есть, таких там, в этой стране, там, я не знаю, 10 тысяч таких представителей спецслужб. Представляете, какие бабки они выкидывают? Да и во Франции тут мы знаем тоже. Нормально все у них. Вячеслав, а почему в нашем детстве люди были другие? Мне кажется, Доврия Адзовщик, вы знаете, я тоже так думал. Пока в армию не попал. Это первый для меня шок был. Что люди другие, я узнал попав в армию. Что люди козлы, конченые. Я охерел от этого. Понимаете? А потом я еще в 90-е это узнал. Ну и для меня уже не такой это шок был. Понимаете? Вот все. Поэтому, когда вы говорите, вот там было хорошо. Да классно было. Все, вопросов нет. Все прекрасно. Все такие добрые, все такие хорошие и так далее. Потом попадая в армию, оказывается, не такие добрые, не такие хорошие. А потом случаются 90-е, оказываются гниды кругом. Поэтому, вы знаете, как-то да. Нет, вот после армии я работал, учился в институте, потом работал в милиции. Тоже в милиции. Я увидел, что тоже. Причем, милиционер нормальный, кстати. Ну, были там отдельный. Контингент, с которым мы работали, был звучайший. Совершенно жуткий. Но, правда, это, конечно, не те, которые в 90-е вылезли. Вот они уже тогда были. Да, они у меня на участке. Вот эти же самые бандюки, которые были на слуху потом в 90-е. А в 80-е я их всех знал. Ну, так. Они что-то там хулиганили, но особо дерзких преступлений не совершали. По крайней мере, убийств не совершали. Да и намека на это не было. И как вдруг случились 90-е, они начали молотить всех подряд. Ну, мы и охренели от этого. Очень сильно удивились. А как же так? Оказывается, вон оно что. На новый уклад и изменение людей нужно поколение 2-3 при условии усилий всех людей на изменение к лучшему. Я вообще не верю, что человека можно изменить. Мне кажется, людей нельзя изменить вообще. Можно изменить условия. А людей зачем? Вы людей не измените. У меня вся наша стратегия, вся наша программа рассчитана не на изменение людей, а на изменение условий. А люди будут все те же, как в том анекдоте армянском. Помните, когда там приехал в Ереван и говорит, о, там дома построили, так 20 лет не было. О, там, какие деревья выросли. О, червонец лежит. Ай, а люди все те же. Вот так и здесь. Люди все те же, понимаете? Поэтому у меня нет иллюзий относительно людей. Они никогда не меняются. Они тысячи, две тысячи, пять тысяч лет назад те же самые были. Все то же самое. Ну, посмотрите древние папирусы, посмотрите древние таблички клинописные, шумерские. Там о том же самом идет речь. Посмотрите греческую литературу. Все то же самое. Продолжение следует...